В этом видео я вам расскажу, как Роструд всем лжет, и при этом он прикрывается старыми законами и чувствует себя вполне комфортно. Я вас приветствую. Под этим видео вы собрали нужное количество лайков, поэтому я вам приведу документы, которые мне пришли, и вместе с вами их изучим и разберем. Как же начиналась история? Для тех, кто не в курсе, я перешел дорогу центра занятости, или они мне перешли, и у нас возник конфликт, в процессе которого у нас состоялся судебный процесс, который я выиграл, и они мне выплатили компенсацию за все мои издержки, как вы поняли из моего крайнего видеоролика. И я не оставил это все просто так, я написал во все возможные инстанции, думая, что я как-то повлияю на центр занятости. Но у меня была одна ошибка. Я думал, что центр занятости, он как бы сам по себе, он наш местный, и вот в этом моя была ошибка. На самом деле, центр занятости подчиняется напрямую Роструду. Откуда я это узнал? Из администрации нашего города. Потому что центр занятости подчиняется Роструду, который находится в Свердловской области. И зарплату они получают оттуда же. И изначально я, так сказать, воевал не с центром занятости, а с Рострудом. Потому что наш центр занятости сам даже покакать не сможет. Ему все подтирают оттуда, сверху. Все поступает, и они этим всем руководят. Такой вот маленький человек, как я, вдруг почему-то не понравился такой большой конторе. А может быть они там не работают, а создают видимость и получают деньги. И при этом прикрываются законами от 91-го года. Я вам расскажу, почему он не работает, и как у них это все происходит. Я думаю, вкратце это происходит следующим образом. Они передают цифру по безработным одну, но на самом деле она гораздо больше. Потому что таких случаев, как у меня, их могут быть просто десятки тысяч. Сколько таких людей, как я? Неизвестно. А они передают, что все зашибись. Ну давайте четвертую болтовню. Я отправил запрос, пожаловался через портал госуслуги. Сейчас можно пожаловаться так на любую организацию. Почти на любую. Почти на любую. И мне пришел, естественно, куча всяких... Все эти инстанции, все мои жалобы, все отправили в Роструд. И вот в оконцовке, что мы с вами имеем. Вот мне такое письмо пришло. Давайте его откроем. Чтобы... То, что это как бы вот, 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 собственно. Мухачёва АГ. Уважаемый Андрей Геннадьевич. Ваше обращение в адрес Федеральной службы по труду и занятости управления президента Российской Федерации по работе с обращением граждан... Так, ну, короче, то, что... Откуда оно переадресовалось, да? Так, так, так. Так, по фактам взыскания с воспособия по безработице некомпетентными сотрудниками ГКУ Краснодарского центра занятости выдачи справки о периоде получения пособия по безработице с некорректными данными рассмотрены в соответствии федерального закона от 2 мая 2006 года. Порядок рассмотрения граждан Российской Федерации. По результатам рассмотрения обращения сообщаю следующее. Посредством единой цифровой платформы в сфере занятости трудовых отношений работа в России вы обращались в государственное конституционное учреждение службы занятости населения Северской области Краснодарский центр занятости дали центр занятости с целью постановки на учет в качестве безработного. Я тут между делом буду свои комментарии давать, да, чтобы разъяснять, как оно на самом деле. Вам установлен период выплаты по безработице с 23.03 по 22.09. При прохождении очередной регистрации в качестве безработного 20.06 из Фонда пенсионного социального страхования Российской Федерации путем межведомственного взаимодействия были получены сведения, согласно которым в апреле 23 года вы осуществляли трудовую деятельность, некую трудовую деятельность. По данному факте вы были уведомлены с центром занятости и впоследствии самостоятельно предоставили справку. Да, я такой, мне на справке, на той было написано, что я работаю якобы в Дзене, непонятно кем, непонятно чем занимаюсь, да. Вот, типа я работаю внимательно, обратим внимание на этот факт, то, что оно было записано, но при этом оно у меня в госуслугах этой записи не было. Оно было чисто в пенсионном фонде на тот момент, запомнили этот факт. Так, 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 пенсионного сохранения социально... Так, предоставили справку фонда пенсионного страхования Российской Федерации о периоде от Дзен-платформа с января по май. С января по май. То есть, при постановке меня туда к ним, они проверили и этого не увидели. То есть, факт, ошибки с их стороны есть. То есть, это должностное преступление или как. Так, они это не выявили или не пытались? То есть, они свою непосредственную работу выполнили плохо. Так или нет? Так же получается? Если вот по этим строкам мы смотрим. Кроме того, из указанного организации также получены сведения о том, что от Дзен-платформы заключен договор правового характера. ГПХ в соответствии со второй статьей закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года. То есть, они оправдывают свою законность статьей от 1991 года. В 1991 году был у кого-то интернет. Понимаете, в чем ключевая ошибка с Рострудом? Они опираются на те законы, они сейчас многое из этого не актуально. Куча других рабочих профессий. И они вот этим прикрываются. Таким образом, они куча людей под вот такими предлогами снимают. И люди становятся и небезработными, и неработными. Это такой бред. Нет, я просто не могу это как-то... Как? Как? Вот смотрите, я вам объясню, приведу пример. Я, к примеру, с кем-нибудь из вас заключу договор ГПХ. Я не буду от вас ничего не получать, ну мало ли. Ну, заключил и заключил. И уже для Роструда это будет факт. Договор заключен, все, ты работаешь. Без разницы, если ты даже ничего не получаешь. Это пофигу будет. А если я как-то там от кого-то, как-то в конверте получаю, да, как-то вот эти вот левые, то это нормально, да. А вот если ГПХ составил и денег не получаешь даже по нему, это уже ты работаешь. Двойные стандарты. Закон не идеален. Этот закон давным-давно надо переработать, чтобы такие люди, которые какие-то свои интересы, я не знаю, чего они добиваются этим, но государству это явно не на пользу, это все работает. Свои какие-то интересы поддерживают, как я считаю. А закон, как можно регулировать вот эту деятельность законом от 91-го года? Так, 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 граждане, вы, ну и они как бы этим объясняют, что все, факт есть, все, без разницы. То, что, и, соответственно, из этого они уже снимают меня с учета, да, и я не без работы. Вообще, в каком я статусе нахожусь, как такое может быть? И самое интересное, это как бы, без текста скажу, чтобы мне сейчас, к примеру, доказать, что я безработный, я должен пойти в суд, доказать, что я безработный. Каким-то образом я со всех какие-то документы должен получать или только с центра занятости, то, что с ними ничего не состоит. И тогда они мне, причем безработный в тот период, да, вот как я должен это сейчас все доказывать, это просто бред. То есть, я не могу получить никакие госуслуги, связанные с поиском работы, там, обучению на работу через госструктуру, потому что у меня заключен ГПХ договор, там, с Зеном. Да хоть с кем мне было бы заключен? Это бред, просто, мы в 21 веке живем, а вот такие дяденьки в пиджачочках в роструге сидят такие, получают большую зарплату и думают, как бы там вот что-то вот такое эдакое придумать, но чтобы потом отчитаться, что мы работаем. Это, как это, как это, вот, понимаете, это уму непостижимо. Давайте вот этот, так, пропустим вот эту терминологию. Таким образом, в соответствии с законом занятости населения, на момент признания вас безработным, вы относились к категории занятых граждан, и у вас отсутствуют правовые основания на получение пособия по безработице. Опять-таки, вот это 23 число у нас всплыло, правовое, а они, это, как они это выявили? Они вот тут пишут, что у меня правовое, правовое поле отсутствовало. Они же на момент постановки через порталы, они же это не выявили. Значит, это ихняя ошибка. Я ничего не должен им доказывать. Это они должны доказать, что я виновен, что незаконно я получил. Они, они, я честный гражданин, они должны все это доказать. Это ихняя ошибка. Моя репутация из-за этого могла пострадать. Я понес расходы на адвоката. Это, а они все должны, они это доказывать. А они ссылаются на закон 91-го года. Какое отношение не могут к себе от блогеров или от людей после этого рассчитывать, когда они вот так себя ведут? Дамба, наводнение, все, чиновники в пиджачочках себя вот так нехорошо повели. Вот тут вот Роструд, что он творит? Можно кучу подобных примеров привести. Они должны помогать людям с работой, с трудоустройством, как-то, которые поменять деятельность. Но они в результате, они борются с людьми, с гражданами Российской Федерации. Как бы им хуже жилось в России. Согласно статье 35-го, так-так-так, безработицы, одновременно снятым с учетом в качестве безработных случаях попытки получения пособия обманным путем. Факт получения пособия обманным путем они не доказали, и из центра занятости никто в суд даже не приходил. Я бы с ними пообщался в суде. Ни копейки не получил за этот период. Ничего. И пособия получил абсолютно на законном основании. Вот этот вот закон, на который они ссылаются, он морально устарел. И они просто этим пользуются в своих корыстных целях. Чтобы потом отчитаться. Вот, смотрите, мы вернули деньги нечестно полученные. А на самом деле не просто отобрали эти деньги у граждан, а потом куда эти деньги делись? Они вернулись в бюджет? Или, может быть, кто-то себе на них машину купил? Например. Я вот, вот у меня уже сомнения возникают. Согласно статье, так-так-так, обманным путем. Либо пособия, ага. В этой связи 22.06 Центром здания было принято решение о снятии вас с 23.03 с учета. Опять-таки, это официальный документ. Он мне из Екатеринбурга пришел. И тут ошибка с датой. Они сняли меня с учета. Не с 23.06, нет. Вот они в 0.06 месяце меня сняли. То есть, они понимают, они даже вот в официальных документах, как они могли меня 23-го снять, если меня 23-го не поставили? Они в официальных документах совершают элементарные ошибки. То есть, вот они просто банальную отписку решили написать. Им вот неинтересно было разбираться кого-то, кто там, как там Центр занятости работает. Я думаю, никакой проверки Центра занятости Краснодарского вообще не было проверено. Я просто убежден в этом. Ничего не делалось абсолютно. Рост трудом Свердловской области. Для того, чтобы люди находили работу, очень сомнительна их деятельность в нашей области. Очень сомнительная. С учетом качества безработного одновременно прекращенного выплаты пособия, учитывая за период с 23-го по 05-го, вы получили пособие по безработице в размере 20-го, 36 тысяч, без законных оснований без законных оснований Центром занятости было принято решение 12-го. То есть, как они считают без законных оснований. Так как я ничего не получал, им не удалось суде доказать, что я получил эти деньги незаконно. А вот мне удалось доказать, что я деньги получил честно и получил компенсацию за моральные издержки от, собственно, Роструда, в частности, вот этих, вот эти вот, за юридические услуги. Так что это вы пытались меня обмануть на 36 тысяч и получить с меня деньги, которые вы платили честным образом. Я бы с вас еще бы моральную компенсацию взял бы за то, что вы пытались таким образом через суд пытались опорочить мое честное имя и гражданина Российской Федерации. Вы хотели публично меня назвать мошенником, то, что я какой-то, не знаю, вор у государства деньги сворвал. Так ведь Рострут? Я у государства деньги ворую, по-вашему, да? Вот тут вот вы хотите к этому склонить? Вы это не доказали? А может быть, давайте вы мне выплатите компенсацию в размере 6 миллионов 500 тысяч рублей за то, что вы хотите опорочить мое честное имя? Или как это называется? Что, мошенник, что ли? Это, это еще спорный вопрос, кто у государства деньги тут ворует? Так, ладно, продолжим. Вам необходимы выплаты в соответствии действующим законодательствам в случае получения гражданина в банном путем сумма пособия по безработице подлежит возврату добровольно или судебном порядке. Вот у нас судебный порядок состоялся. поскольку указанная сумма в добровольном порядке вам не возощрена в центре занятости, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с вас данной суммы вместе с тем решение мировой суди судебного участка номер 2 Свердловской области о исковых требованиях центра занятости о взыскании с вас пособия получен незаконным путем отказано в связи с тем, что факт получения вами дохода а вот платформе за период не установлен понимаете как я не получаю ничего могу работать и за это я не получаю пособия я и не безработный и денег я не получаю но по практике первого года я кто кто я тогда в России в рамках ваших законов которые Роструд как-то толкует по-своему нет тут надо разбираться я вот не согласен с тем что Роструд таким образом проводит свою политику в результате страдают люди я думаю не только у меня составлены какие-то договоры ГПХ кто-то не знает каких-то законов но страдает от Ростуда а сколько сколько людей пострадало от вашей деятельности вместо того чтобы вы найти им работу вы с них вот таким образом через суды деньги получаете да я считаю что вот эти все отдельные случаи должны быть разобраны и деньги возвращены тем гражданам а вы то что вы спекулируете законом должны привлечены к уголовной ответственности в рамках российского законодательства вот я так считаю мое скромное мнение потому что так нельзя вы должны на благо государства трудиться а не на благо своих каких-то алчных интересов таким образом сумма выплачена вместе с тем необходимо отметить следующее решение центра занятости о снятии у вас регистрации учета в качестве безработного прекращение вам выплаты пособия принято соответствующий действующим законодательством законом 91 года принято все нормально то есть как бы кто я тогда все правильно сняли с учета то есть суд решил что деньги мне выплачивали законно да в полиции тоже подтвердили что законно но у центра занятости свои понятия на российские законодательства то есть им все пофигу то есть надо им доказать что я не работал где в ДНЕ я не работал из каждой организации я должен бумагу принести в Роструд а кто его знает что там за 6 месяцев я много где могу поработать а потом какие-то еще бумаги всплывут самое интересное знаете что то что вот эти записи которые в пенсионном якобы о труде в ДНЕ они куда-то чудесным образом исчезли в декабре я делал запрос путем взаимодействия с пенсионным фондом и там записи этих уже не было куда они делись куда делись записи о том что я трудился и справка на которую вы ссылались якобы о труде куда это все делось куда оно делось-то резко что я я сам что ли из реестра это все стер эти записи а вот тут я вот уже вижу ваш сговор с пенсионным фондом чтобы мое честное имя опорочить и тут надо разбираться как так записи появились а потом как они пропали как такое может быть что справка есть якобы у вас да записи были в реестре пенсионного фонда и они пропали что такое Роструд что с лицом не получилось что ли как-то при этом указанное решение было установлено в порядке и не обжаловано законным не признано ну да конечно ну вы поняли да в данном случае центры занятости отсутствуют основания на восстановление вас с учета в качестве безработного выплаты по особей будь бы у меня не знаю лишние 100-200 тысяч я бы нанял бы такого адвоката который бы доказал что ваши действия незаконные я законно это все получил и получил бы еще с вас компенсацию за за мои за то что вы мое честное имя хотели опорочить за то что я не знаю стресс пережил кучу времени на вас потратил вот бы мне такого адвоката который бы вас протащил бы по вот этим всем инстанциям чтобы вы потеряли свои посты там сидите в роструде у себя чтобы вы получили по заслугам не премию а то что вас сняли со своих постов потому что вы своей деятельностью занимаетесь а плохо б не в интересах российских граждан кроме указанного центра занятости об отмене принято решение в связи с вам с администрацией учета вам оплаты пособия безработицы в судебном решении отсутствуют так в случае несогласия здесь центральной занятости вы вправе самостоятельно обратиться в суд с исковым ну так понятно в качестве справки о выплаченном вам пособии по безработице о я запросил для суда справку по выплате пособия и мне вы выдали справку где дата дата от и дата по была одна и та же то есть они в центре занятости банально неграмотно составляют документы и даже тут Роструд попытался оправдать вместо того чтобы признать что ну вот да ошиблись ну бывает ну ничего страшного вам же выдали новую справку и даже тут они пытаются их отмазать так данный документ был выдан 207 с указанным датой выплаты с 23 по 23 как нигде такие документы не выдают выдают с начала периода выплаты и по окончанию то есть если начали получать там с 23 то пишут там 30 там в конец месяца как это элементарно просто элементарно это показывает лишь на вашу неграмотность и некомпетентность что еще раз подтверждает все слова которые я выше сказал в связи с тем что что вы были сняты с учета в качестве безработного это никак это никак на это не влияет есть государственные стандарты по формированию документов если они для вас пустой звук увольняйтесь со своих постов вы просто элементарные вещи не знаете кто когда меня снял это вообще не важно всегда пишется с даты и по окончанию месяца если там в эти дни ничего не было то и ничего не пишется что за бред в один и тот же день не может быть дата начало периода и окончания побеззаботиться поскольку данный документ формируется автоматически в справке период получения вам пособия побеззаботиться отразился исходя из приказа опять-таки напоминаю я я был снят с учета не 23 а вон как вы видели там сверху 22 06 то есть они во-первых там выше в дате ошиблись и тут они тоже собственно не ошиблись а просто обманывают то есть два раза x2 мы их на лжи поймали в течение этого документа еще раз по 23 в связи с тем что вы были сняты с учета в качестве безработного но я был снят 22 06 а не 23 вы совсем забрались уже в своем роструде поскольку данный документ формируется автоматически в справке по период получения пособия по безработице отразился исходя приказа то есть день начала выплаты совпал с днем окончания выплаты обращаю ваше внимание что при этом справка отражены суммы выплаты суммы они конечно отражены но период не совпадает вот в чем проблема то есть справка уже недействительная ее никто не примет мне а так все целом нормально то есть вы юридически неграмотный документ выдали который ни суд не возьмет ни предприятия то есть вы то есть а суммы правильные но период неправильный и есть ли смысл доверять этой справке а я же потратил деньги мне пришло мне документы надо было напечатать меня их не приняли из-за вас в том числе то есть вы специально делайте все возможное чтобы я не доказал свою правоту и чтобы меня не восстановили в моих правах так получается мы будем это учитывать в дальнейшем так обращаю ваше мнение по вопросу о том что центр занятости за отдельную плату закрывает глаза на факты получения пособия по безработице и одновременно существуют предпринимательские деятельности сообщаем что данный факт не подтвердился все граждане при постановке на учет на ежедневных консультациях информируется о соответствии скрытие факта занятости получения вознаграждения то есть то есть вы считаете то что все граждане информируются то что вот за нарушение вот этого это уже как бы выявляет факт что таких такого не было то есть проверки никакой по факту не было все на этом можно не разбираться то есть они пишут что происходит информирование всех граждан то есть они даже я они как проверяли дистанционно то есть ну никак то есть они там не знаю позвонили ну что вы там всех уведомлений это самое даете да 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 даем а ну все значит все честно это так да так выводы о некомпетентности директоре сотрудников центра занятости так что обстоятельства указывающие на коррупционные действия с их стороны не подтвердились как вы это проверили как а вот я считаю что некомпетентность сотрудников центра занятости мной было доказано потому что меня поставили на учет учитывая потому что вы пишете хотя у меня какие-то договора были задолго до этого всего но это никто не увидел это что это должностное преступление такие факты были выявляться на ранней стадии что я не получил деньги или что кто виноват что это все случилось местный центр занятости или вы кто кто не компетентен в итоге то кто я считаю что это вполне было доказано вот такая вот у нас ребятки история получилась интересная я уж конечно извиняюсь за лишнюю эмоциональность но я по другому это просто у меня вот я вот читаю у меня рука лоб просто как это может быть в 21 веке когда куча специальностей и надо мне мне честному гражданину российской федерации не нарушив ни одного закона столько лет работающих на благо государства я должен доказывать что я не баран а получается что какие-то люди в пиджачках сидят и уверяют вот у них все зашибись все круто классно и вот такие же плюс-минус люди дамбу наверное строили за миллиард я считаю с этим надо разбираться что Роструд много чего не договаривает во-первых нужно разбираться с Рострудом а во-вторых законы 91 года он много чего не регулирует как такое может быть что человек ничего ни от кого ничего не получает но он при этом не безработный а у него договор какой-то типа есть и все этого уже достаточно как а коронавирус когда был там это блогеры с блогерами вот эта ситуация случилась понимаете вы заставляете Роструд вы заставляете людей уходить в нечестное поле вы сами все создаете все для этого вы создаете чтобы люди честно не занимались своей деятельностью это вы создаете для этого все условия добавляйте для полиции для других структур потому почему потому что все начинается с вас с вас и вас надо привлекать в первую очередь как первопричину всех вот этих проблем потому что вы в своих интересах закон старый применяете и люди просто обычные страдают кто-то просто плюнул и отдал эти деньги и там кредиты взял какие-то хотя он честно получил просто может быть чего-то не знал совесть имейте совесть вы будете уже когда-то людьми а у вас может быть тоже дети где-то за границей есть они кайфуют и наслаждаются жизнью а мы тут за какие-то копейки должны вам что-то доказывать совесть имейте